Я молился за вас и за это время, за этот период. Это очень интересно, что мы избрали тему Гидеона. История о Гидеоне — это во времена войны. Это время, когда они были в войне с Амалек... Выговори, попробуй еще, конечно. Я слышу, я слышу, я не могу ловить. Я хочу поговорить о вещах, которые взаимосвязаны с этим. Первое, о чем я хочу говорить, это меч. В Судьях, 7 глава, 20 стих... Это мнение... Вот так вот буду. Это как боевой клич. Это боевой клич. И этот клич, он звучал так. Меч за Господа и меч за Гидеона. И я надеюсь, что у вас также есть вот этот вот боевой клич в вашей жизни. Мы нуждаемся в этом, чтобы он был виноват. У нас у всех есть враг, который должен услышать наш боевой клич. Мой боевой клич — это что-то типа вот такого. Мой Бог, он способен. Он способен совершить то, в чем мы нуждаемся в это время и в этом сезоне. И когда мы говорим о мече, мы говорим о обоюдоостром мече. Я вот с собой взял вот такой вот меч. Просто, чтобы показать вам, как он выглядит. Когда я изучал Писание, мне всегда было интересно, как выглядит этот обоюдоострый меч. Ну, вот как раз пример. У меня есть дома там другой меч. Это копия меча Соломона. Он побольше, чем этот. И, конечно, потяжелее. Это как бы то, что называется двуручный меч. Это значит, что я могу держать этот меч одной рукой и использовать его. Но двуручный меч, который у меня есть, это означает, что мне нужны обе мои руки, чтобы удерживать меч. И это дает большую силу. И так мы видим, что у Бога есть меч для нас. Возможно, это как бы не физический меч, но он абсолютно точно имеет власть и силу. В Евреям, 4 глава, 12 стих, там написано, что «Ведь Слово Божье живет и действует. Оно острее, чем любой обоюдоострый меч». И это о том, что Слово Божье — это тот меч, в котором мы нуждаемся. И в Ефесянам, 6 главе, мы говорим о том, что нам нужна еще броня. Это немножко как бы другое послание, но это тоже очень мощно. В Ефесянам, 6, 17, говорится, что «Возьмите меч от Духа», и это Слово Божье. И когда я думаю о мече в Писании, я понимаю, что это сила Божьего Слова. Что у нас есть что-то очень сильное, очень мощное. И это Его Слово. Оно может изменять. Оно изменило мою жизнь абсолютно полностью. И до сих пор продолжает изменять. Потому что это продолжающийся процесс. Перед тем, как я начну, я хотел бы начать с истории одной молодой женщины. Это было во время пробуждения в Аргентине в 1949 году. Эта женщина была в том месте, где Евангелие распространялось очень сильно. Это было время великого пробуждения. Слово Божье распространялось. Люди получали исцеление и освобождение. И она пришла в это место. И она сказала, я хочу узнать Бога. Тот человек, с которым она говорила, он предположил, сейчас, предположил, что она, наверное, узнала, что-то хотела узнать о Боге. и о том, как он работает, как он двигается. Или, возможно, ей нужно было спасение, или же работа Святого Духа для нее. И пока они продолжали говорить, она настояла на том, что то, чего она хотела узнать, это существует ли Бог. И если он действительно существует, она сказала, что если он действительно существует, то я хочу познать его, узнать, кто он. Тот человек, с которым она общалась, он ответил ей. Единственный путь, это узкий путь, который лежит к познанию Бога, это взять Библию как истинное Слово Божье и принять его как свой единственный путеводитель в Божьих путях и в своей повседневной жизни. Без каких-либо аргументов или противостояния с этим, ты должен подчиниться этому Слову в безвопросном и полном подчинении этому Слову. То, как Бог открывает это и пробуждает это в тебе. Второе, мы должны принять Бога как абсолютного владельца и передать Ему права на управление всеми сферами твоей жизни. Другими словами, Бог требует полного подчинения Ему. Это сильно. Услышали ли мы, что здесь написано? Понимаем ли мы это? Бог хочет контролировать все в моей жизни. Его Слово имеет власть в каждой части моей жизни. Я не могу спорить с Божьим Словом. Я не могу сказать, вот этот кусочек мне не нравится. Я не могу сказать, это слишком сложно для меня, потому что Бог будет твоей силой. мы должны подчиниться этому Слову, Его Слову. Без каких-либо вопросов. Без каких-либо противоречий. Что-то по типу, Боже, если я за Тобой последую, то тогда мне нужно, чтобы Ты сделал то, что я хочу. Это как бы противоречие, это требование, условия. Нам нужно безусловно подчиниться Ему по тому, как Он открывает Своё Слово для нас. Это процесс. Он помогает нам, направляет нас, Он как бы идет перед нами, и Он дает нам Своего Духа. И Он даст нам как бы помощь в том, чтобы понять Божье Слово. Одна вещь, которую Иисуа сказал Своим ученикам, что когда вы получите Духа Святого, Он будет открывать вам все вещи, которые вам нужно будет знать. Через Его Дух мы получаем откровение. И мы должны осознать также, что мы теперь не принадлежим сами себе. Мы принадлежим Ему. Он выкупил нас за очень дорогую цену. И поэтому мы должны передать эти права на нашу жизнь Ему. Это тяжело. Мы так легко стоим на «Да, я получил это». «Да, я получил это». «Да, я получил это». «Да, я получил это». «Да, мы это заработали». «Мы это сделали». Но когда мы отдаем нашу жизнь Ему, и когда мы начинаем отдавать Ему свою жизнь, мы начинаем понимать, что «Да, Он управляет и Он контролирует нашу жизнь». «Именно Он показывает мне тот путь, по которому мне следует идти». «Он тот, кто укрепляет меня». «Я больше не являюсь тем, кто контролирует свою жизнь». «Несколько лет назад у меня была опухоль в голове. Некоторые из вас знают об этом. И во время вот этого периода моей жизни я был в больнице на протяжении трех дней. Три дня в реанимации, да? И Бог проговорил ко мне в это время. «Сможешь ли ты, хочешь ли ты отдать мне все?» И я сказал, ой, прикол. И я сказал «Да». И тогда Он ответил мне, «Ты знаешь вообще, что это значит?» «С этого момента ты должен идти туда, куда я посылаю тебя. И ты должен говорить то, что я хочу, чтобы ты сказал. Чтобы ты делал то, что я говорю тебе делать. И твой ответ точно по-прежнему «Да?» И я ответил «Да». И с того времени это как бы мое единственное желание ходить Его путями в полном подчинении Его воле. Вы знаете, есть такой интернациональный знак. Как бы «Я сдаюсь». Есть как бы такая песня, и там как бы «Я склоняюсь, я отдаю все Ешуа». Мы находимся сейчас в том времени, и я верю, когда мы должны подчиниться, сдаться Ему. Приходит такой момент в нашей жизни как верующих, который определит как бы течение, куда мы двигаемся в нашей жизни. Это определит то, как мы думаем, и то, где находится наше сердце. И это как бы влияет на нашу жизнь и на наши отношения с Богом. И это подводит нас к той теме, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Вдохновение и власть Писания. Истина, которая как бы исходит от Бога. Мессия. Спасение. Это величайшая важность. Но как же мы можем узнать эти истины, если мы не используем Писание самостоятельно в наших жизнях? В одной смысле вы можете сказать, что власть Писания самостоятельно в наших жизнях. Это первое принцип. Как бы с одной стороны мы можем сказать, что власть Писания это первый главный принцип. Первый принцип нашего хождения с Богом. Я верю в это Слово. Я верю в Его власть. Я подчиняю себя этой власти. То, что Божье Слово говорит, для меня это стопроцентная истина. если Писание действительно от Бога покрыто Его авторитетом, Его властью и как бы дано в познание человеку или женщине, мужчине, женщине. Если это правда, вся наша вера имеет прочное основание, прочный фундамент. И этот фундамент это обязательно должно быть Слово Божье. Чтобы мы могли стоять на этом фундаменте. Он твердый, прочный, основательный. и у нас есть это прочное основание. Мы должны доверять, что это Слово есть истина. Но с другой стороны, если мы относимся к Писанию как к чему-то не особо точному, частичному, или изменчиваем, исходя из нашего жизненного опыта, или мысли, которые мы имеем, когда читаем, или исходя из того, что нам проповедуют или чему нас научают. если вот это то, во что мы верим, тогда мы строим наш дом, наше основание из песка. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я. Нам нужно это прочное основание. Ишуа приводил этот пример. Мужчина, человек, который... Один мужчина строит свой дом на камне, другой строит на песке. тот, который на камне, он прочный, он основательный, он надежный. И во времена штормов и бур, во времена испытаний, во времена, когда мы не чувствуем себя как бы слишком хорошо, надежно, это вообще не о чувствованиях, не о ощущениях. Это о доверии Его Слову. и быть как бы соотносящимся с этим Словом. Без этого наша вера, она как бы имеет основание песок. Итак, то, как мы отвечаем на этот вопрос, имеет ли Библия абсолютный авторитет? это показывает то, как мы двигаемся и живем в этом мире. Я сейчас еще раз повторю. То, как мы отвечаем на вопрос, имеет ли Библия абсолютную власть над всем в моей жизни и во всем, что я делаю. Ответом на этот вопрос он покажет, как мы живем и что мы делаем в мире. евреи принимают Божье Слово с таким вот как провозглашением, с таким вот девизом. Я даже повторить не смогу, если захочу. Это означает, что мы услышим и мы сделаем и только тогда мы уже поймем. Мы как бы иногда делаем это по-другому. Мы думаем так, нам нужно сначала понять, а потом мы тогда уже сделаем это. Но не работает это так по Писанию. Мы должны услышать, подчиниться этому, и только тогда мы уже поймем. Я переживал это очень много раз в моей жизни. Бог говорил мне сделать что-то через свое слово. Я говорил, Боже, я не могу это сделать, это невозможно. Но Бог продолжал настаивать, ты должен это сделать. не понимал. Мы можем задавать Богу вопросы, да. Но не старайтесь спорить с Ним, потому что это проигрышная стратегия. Но мы можем задавать вопросы. Я часто задаю Ему вопросы. И Бог говорит, просто сделай это, и ты увидишь, что произойдет. Бог как бы проговорил ко мне, когда я был в Бразилии на одном собрании. Там была одна девочка в собрании, в общине. Она была одета в полосатое платье, и у нее были цветные носки. И я говорю, я хочу, чтобы ты вышла вперед. Я не знаю, бывали ли вы в таких ситуациях, когда Бог говорит вам сделать что-то наподобие этого. А что, если я ошибаюсь? Что, если я неправильно услышал вас? А может, это вообще не здесь, не об этом? И эти мысли, они начинали заполнять мою голову. мне нужно взять себя под контроль. И Бог говорит, просто сделай. И я так сделал. Я остановился прямо посреди своего послания. И я сказал, здесь есть молодая девушка. Бог говорит, что она со своей бабушкой. И Бог сказал, позови их обоих. И если этот человек сегодня здесь, может ли он выйти вперед со своей бабушкой? и как бы неожиданно в самом конце зала, в коридоре, эта молодая девочка, она начала как бы выбегать вперед. И она была одета в точности так, как описал мне Бог. И когда она вышла вперед, я спросил, что случилось? ее бабушка через переводчика, я пользуюсь условием переводчика, они нужны нам, важная вещь. Извините. Ее бабушка сняла с нее носки, и ее ноги были покрыты множеством ран. красные кровавые раны прям по всем ее ногам. И как бы ее бабушка сказала, она не может спать по ночам. Такая сильная боль у нее в ногах. Я попросил все собрание подняться, встать, потому что я верю в силу общины общества. Я сказал, давайте помолимся за нее. Я возложил руки на нее. Я попросил Господь, пусть исцеление придет в ее тело. Позволь ей спать сегодня самым сладким сном, который у нее когда-либо мог быть. Спустя несколько дней я вернулся в эту же общину. И я как бы услышал шум, гам такой. Люди шептали друг к другу, перешептывались. я задал себе вопрос, а что происходит? Пастор стоял возле меня, я спросил пастор, что-то случилось, произошло? и он как бы так помахал своей рукой. И эта маленькая девочка, она вышла вперед. Та же самая маленькая девочка. И ее ноги были абсолютно полностью исцелены. И она спала как младенец. И ее бабушка сказала, что это произошло прямо после того, как мы помолились всей общиной. Она спала всю ночь. И утром ее ноги были абсолютно полностью исцелены. Это то, что Бог может сделать. Когда мы послушаем Ему, когда мы ходим в Его Слове, это не обо мне. Это Он работает через дня, как я говорил вчера. Мы получаем Дух каждый из нас. И вот это то, что мы нужны, то, что нам нужно. И тогда я, конечно, понял, попадаем в ситуацию, и тогда мы понимаем, почему мы идем в эту ситуацию. Что иногда мы попадаем в ситуацию, через которую нам нужно пройти, и только тогда нам будет открыто, для чего это нужно было. Исход, 24-я глава, 7-й стих. Моисей взял книгу Завета и прочитал ее народу. И они ему ответили, мы сделаем все, как сказал Господь, мы будем послушны. Я надеюсь, что мы сможем сказать то же самое сегодня. У нас есть эта возможность сказать, Отец, все, что бы ты не сказал мне сделать, я пойду и сделаю. Я услышу и я послушаюсь. Еще одна очень важная вещь, которую я хотел бы вам сказать сегодня. Мы не можем отменить или проигнорировать никакую часть Писания, потому что мы чувствуем, что оно больше не актуально. Я очень часто слышу, что люди говорят о Слове Божьем и они говорят, ну это же было тогда, так давно. Оно вообще не актуально для времени, когда мы живем. Мы вообще не нуждаемся в этом. Нам вообще в принципе не стоит, не нужно этого делать. если мы не понимаем этого, то, что нам нужно сделать, это как бы узнать, как оно откликается в наших жизнях сегодня. 2 Тимофея, 4 глава, 3-4 стих. В Тимофея, 2 Тимофея, там сказано, что все Божье Слово, оно полезно для назидания. И я верю, что мы сейчас живем в то время, когда Писание атакуется больше всего. И вообще эти атаки берут свое начало с далекого прошлого, еще с сада Эдема. Бытие, 3 глава, 1 стих, где змей задал вопрос, А Бог действительно ли так сказал? А точно ли Бог сказал, что там можно есть со всех деревьев, а с одного нельзя? Вы должны помнить, что дьявол он лжец. И он как бы попробовал вот этот трюк, эту ложь на Еве. что же Бог сказал? Точно ли Бог сказал, что вы можете есть со всех деревьев, кроме того одного познания добра и зла? дьявол как бы пытался убедить их в обратном на протяжении многих лет в начале для членов мессианских общин и ранней церкви. То есть они верили в то, что Писание это то, о чем Писание говорит как бы о себе, что оно провозглашает о себе. Что это полно, ну стопроцентно истинно это Слово Божье. И это так важно, как мы смотрим на Писание. Видим ли мы его как Божье Слово? со всей его властью? Я верю, что мы как бы подошли к тому времени, что говорится в 2 Тимофея, Павел говорит в 2 Тимофея, 2 Тимофея, 4 глава, стихи 3 и 4. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Здесь continue. И от истины отвратят слух и обратятся к бесу. басням. Прямо перед этими стихами Павел пишет кое-что еще. Все Писание Бога вдохновено. полезно полезно для учения для обличения для восстановления для упражнения в праведности. Чтобы тот человек, который принадлежит Богу, как Божий принадлежит Богу, что мы не принадлежим себе, а принадлежим Богу. чтобы человек, который принадлежит Богу, был способен полностью вооружен для любого доброго дела. Вот это цель Писания. Чтобы вооружить нас, снарядить нас, снарядить нас, Чтобы мы были способными и снаряженными для всех тех дел, для которых нас призывает Бог. И нам нужно такое же отношение, что Божье Слово это абсолютная истина. Мы должны задать себе еще один очень важный вопрос. Можем ли мы сказать, что как бы Иешуа сам сказал, что Твое Слово это истина? Иешуа сам это нам сказал, что все, что есть в Слове Божьем это истина. Или же мы будем как Пилат, который сказал, а что такое истина? Он задал вопрос. у нас как бы не совсем много времени чтобы проводить экзамен по всем этим понятиям. Хоть конечно мне бы хотелось это сделать. Библия это книга откровений. Она вдохновлена Богом, утверждена самим Иешуа, а также ранней церковью. В ней вложены сверхъестественные характеристики, которые относятся к божественной природе Писания, которая также утверждена как абсолютная авторитет, абсолютная власть. И моя молитва она такая, что это только начало и это поведет нас в более глубокое понимание, что Писание в самом деле вдохновлено властно, авторитетно и истинно. 1 Фессалоникийцам 2 13 мы вот здесь мы всегда благодарим Бога из-за то, что когда вы приняли Слово Божье, услышанное от нас, вы его приняли не как человеческую выдумку, а таким, каково оно и есть, как Слово Божье, мощно действующее в нас, верующих. у Писания есть работа, которую она должна совершить в каждом из нас, чтобы сформировать нас, чтобы помочь нам двигаться дальше. я бы хотел, чтобы мы все с вами были как берийцы. Деяния, 17 глава, 10 и 11 стихи, говорится, братья же немедленно ночью отправили Павла из силы в Веривию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здания были, здешние были благомысленные фессалоникийских, они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. они приняли Писание и они начали изучать Писание, чтобы проверить, действительно ли эти вещи, о которых они говорят, правда. Я хотел бы сделать такое провозглашение, я пришел к такому пониманию, что Писание это истина, а все остальное может быть ложью. Во всех ситуациях моей жизни я буду доверять Слову Божьему больше, чем чему-либо другому. Римлянам 3 глава 4 стих Бог верен, а всякий человек лжив. Так написано «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Это тот подход, который нужен нам, чтобы двигаться дальше. власть и авторитет это то, что мы проверяем каждый день. Куда бы мы ни шли, если вы, например, едете за рулем, есть дороги и правила, и у них есть власть. и полиции как бы дается власть, чтобы проверять на дорогах правонарушения. Если вы едете слишком быстро, они имеют власть остановить вас и они выпишут вам штраф. Это власть. И вот я понял, пока был здесь, что далеко не каждый водитель, как бы подчиняясь этой власти, верит, верит в эту власть. Я видел тех, которые гоняли очень быстро, больше, чем 60. Да, то есть мы понимаем, что власть, она должна быть. Но Божье Слово, которое исходит прямо от Него. Божье Слово, оно как бы является, оно показывает, кто такой есть Бог. Его характер, его природа, его пути. Писание, Писание, оно говорит нам о том, что Он делал, что Он делает и что Он собирается сделать. И оно также говорит нам о том, как мы должны быть послушны Ему. несмотря на то, какие верования мы имеем о Мессии или о Его Слове, в один день мы предстанем перед Ним. И нам придется ответить за то, как мы подчинялись Либо не подчинялись Ему, Его Слову. Это очень серьезные вещи. Нам нужно понимать и осознавать это. И еще, как бы, что мы предстанем перед Ним. И нам придется давать отчет за все, что мы делали. Как мы смотрели и видели Его Слово, которое требует, как Он требует этого. Я задам вопрос, почему авторитет, власть Писания так важны для нашей веры? Перед тем, как Мессия пойдет на крест, Он помолился за Своих учеников, а также за всех верующих. Он говорит это в Иоанна 17,17. Освяти их Твоей истиной. Слово Твое есть истина. Если нам нужна истина, она в Слове. Ешуа говорил, что Слово Твое, то есть Писание, это истина, божественная, властная, абсолютная, без каких-либо ошибок, оно не могло бы быть этой истиной, если оно не божественное, если оно не властно, и если оно безошибочно. мы должны верить и доверять Писанию. Никто нам не давал права говорить, какая его часть истина, а какая часть нет. У нас нет права ставить под сомнение Писание. Если мы не можем доверять полностью Писанию, как мы вообще можем тогда доверять какой-то его частичке? Как мы можем объяснить спасение, очищение от наших грехов? Как мы можем наслаждаться гарантиями спасения, если Бог не может сохранить, защитить что-то такое простое, как свое слово? Бог способен. И Он объясняет все эти вещи в Своем слове. Без вот этой вот власти мы зависимы от этой власти. Мы не... без этой зависимости от этой власти у нас нет никакой надежды. Мы безнадежно потеряны. Это очень серьезные вещи. Но в Его богатстве, в Его богатстве, Его славы и милости, Он дал нам это слово, чтобы мы могли узнать Мессию, как бы это образ невидимого Бога. И иметь веру в Него, мы можем иметь жизнь в Его имени. Иоанна 20, 31. Сие же написано, дабы... Ух ты! Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Это как бы то, о чем и говорит Писание. Я вам это доношу. От бытия и до откровения Писание открывает нам эту прекрасную природу, характер и пути Божьи. Оно также открывает нам правду о нашей греховной природе. И той новой природе, которую Бог дает, дарует тем, кто покаялся и верует в Него. Если мы не подчиняемся авторитету власти, мы будем возлагать наши поступки на наших ощущениях, нашем опыте и, возможно, на самых вдохновляющих спикеров. Наши ощущения. Я бы сказал, что наши ощущения, они как бы изменчивы. В один день они как бы ты наверху, в другой день ты на дне. Вверх, вниз, вверх, вниз. Оно постоянно меняется. Это будет что-то по типу, как, знаете, как игра в пинг-понг, когда мячик постоянно отскакивает туда-сюда, туда-сюда. Да, то есть вперед-назад, туда-сюда. Каждый новый тренд, каждое новое испытание или новый триумф, у нас как бы никогда не будет уверенности, чтобы почить. И нам нужно будет как бы постоянно искать вот эти новые откровения, новые ощущения из христианского мира, как бы из самых популярных людей христианского мира. Я немножко грубовато, наверное, сказал, но вообще-то как бы это правда. Мы слушаем спикеров, но нам нужно также проверять то, что они нам говорят. У вас как бы есть мое полное одобрение, чтобы проверить все то, что я сегодня сказал через слово. И если я ошибаюсь, вы можете прийти как бы и сказать мне об этом. И это нормально. Но приходите обязательно с Писанием, не со своим мнением. Второе Петра, вторая глава, первый и третий стих. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжиучителя, которые ведут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их Господа навлекут сами на себя скорую погибель. Они отвергают Божью истину. Они несут ереси. Мы должны быть начеку в это время. А в Ефесянам говорится, что мы не должны быть младенцами, которые увлекаются как бы да, которые увлекаются ветрами всех учений. Но нам нужно провозглашать истину в нашей жизни. Мы должны как бы возрастать, чтобы становиться зрелыми. Те, кто доверяют и подчиняют себя авторитету Беснания, они будут посвящать себя Ему. Ладно, хорошо сказали перевести. Ладно, мой дорогой друг, я, который сегодня утром сидел с Роджером и сказал ему, что я готовился к переводу этой проповеди шесть часов. Я как бы, ну, одобряю его как бы посвящение, подготовку. Это очень важно. мы должны изучать подчинять себя Ему. И когда мы делаем это, оно произведет ту работу, которая написана в Евреям четыре нас. Оно пронзит нас. помните, когда Павел говорил в день Пятидесятницы? Да, есть. И он как бы, ну, дал послание, дал слово. И он говорил, что сердце евреев было пронзено истиной Слова Божьего. И они сказали, что мы должны с этим делать? Когда вы слышите слово, которое пронзает, входит в наше сердце, и тогда как бы восклицает, что мне нужно делать? Господь, помоги мне. Павел сказал им, примите Духа. Вы как бы имели возможность уже это сделать. Его живое слово трансформирует нас в образ Мессии и дает нам вдохновение подчиниться, быть послушными Богу. И как бы силу, чтобы угодить Ему. Романс 8, 29. Римлянам 4, 29. For those who he fore knew, he also predestined to be conformed to the image of his son, so that he might be the firstborn among brothers and sisters. who he predestined to be predestined to be predestined подобным образу сына своего, dable he firstborn between many brothers. in Philippians 2, verse 13. For the one working in you is God is God both to will and to work for his good pleasure. God is working in us. He is working in me. He is working in me. He is working in me. под сомнение Писания. We will never surrender to it. We will be like Pilate, who, as I said, stood before Yeshua and said, what is truth? And then he walked away without realizing he'd been looking into the face of truth. We will remain ignorant and we will dare to imagine that we have authority and they like be будут иметь ошибочное мнение, что они могут имеют власть to determine what is true. Sadly, today in many places there are many who profess to be believers and they have compromised the authority of Scripture. And they пришли к компромиссам с Писанием. Они позволяют себе говорить в церквях. For instance, in many churches today homosexuality is accepted. Что в многих церквях это принято нормальным, считается нормальным, да? Принимается нормальным, как должное. я знаю, что это не здесь, но есть места, где это принято. Они пришли в компромисс с миром, и поэтому они потеряли силу. У них больше нет этой силы, этой власти. они поддались влиянию культуры и сформировали низкий стандарт Божьего Слова. Они, возможно, даже никогда и не подумают так, но они купились на ложь, и они как бы отвергли истину. они как бы поставили культуру выше, чем Слово Божье, знамя культуры выше, чем Слово Божье. Они как бы создали свою такую извращенную теологию. Евреи, первая глава, стихи с первого по третий. В прошлом Бог многократно и различными способами говорил с нашими предками через пророков. В эти же последние дни Он говорил с нами через Своего Сына, которого Он избрал наследником всего и через которого сотворил мир. Сын сияние славы Божьей и точное подобие сущности Бога. Он поддерживает все своим могущественным словом, очистив людей от их грехов, Он воссел по правую руку Всевышнего на небесах. Нам дали неоценимый подарок в этом мире. Слово. Нам дали неоценимый подарок Слово, мы дали знание. И мы видим Иешуа в Его славе. Его могущественного Слова. когда римские солдаты пришли к Иешуа. Они пришли с военачальником. Это как бы слуга, наверное, да? Да, он пришел с слугами. Он пришел, военачальник пришел попросить исцеление для своего слуги. Да, он как бы попросил не для своего сына, а для своего слуги. И он как бы сказал, ну, приди в мой дом. Он говорит, нет, нет, я не достоин, чтобы ты входил в мой дом. Просто скажи Слово, и мой слуга будет исцелен. Слово имеет силу и власть, силу власти. Бог как бы открывает нам себя в Писании. Это то, через что мы можем проверять все вещи в нашей жизни. Чтобы узнать, являются ли эти вещи истиной или правдой. Это должно быть основание, на котором мы должны стоять. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Спасибо за Его силу. Я благодарю Тебя за то, что оно может производить изменения в нас. вопрос. Возможно, вы делали это раньше, иногда, но я хочу, чтобы мы обновили наш завет с Богом, чтобы обновить наше доверие и нашу веру в Его Слово. Я хочу, чтобы вы как бы повторяли за мной. Отец, я верю в Твое Слово. Я верю в Его власть. И я подчиняю себя завету с Тобой я принимаю Твое Слово как авторитет, как власть в моей жизни во всем, что я делаю, в моем хождении с Тобой. Дух Святой, я прошу тебя, приди, покажи мне Твою работу, обнови, открой это для меня, то знание, которым я так нуждаюсь. Аминь. Боже, мы перед Тобою сегодня здесь. Мы подчиняем себя Тебе, мы поклоняемся перед Тобою. Я отдаю себя Тебе. Все, кто я есть, я отдаю это Тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.